Если, Господь, Ты нам не откроешь, нам никто не сможет открыть. Мы просим, Господь, Тебя, просто вскрывай, Господь, Отец, Ассана, Твои таинства, Господь, какие-то секреты, Господь, которые, может быть, Ты кому-то лично откроешь в тайной комнате. Дай, Господь, через высповожденное слово помазание, благодать, чтобы, Господь, очень мир Божий пришел в наши сердца, Твоя совершенная радость, сверхъестественная радость пришла в наши жизни, чтобы мы радовались, Господь, Аллилуйя, Отец, Тебе, чтобы, Господь, праведность Твоя приходила во Святом Духе самым невероятным образом праведность по вере, Аллилуйя, Отец. В этих взаимоотношениях Ты каждый раз омываешь нас своей святой благодатью, Твоей драгоценной кровью, Господь, Отец, которая омывает нас от всякого греха, когда мы исповедуемся перед Тобой, когда мы открываемся друг перед другом. Кровь, Иисус Христа написано, очищает нас от всякого греха. И мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Слава нашему Богу! Уже хорошее присутствие. Сегодня мы с супругой вылетаем в Южную Карибу, выезжаем на Стамбул, из Стамбула летим в Сеул, и там мы будем читать доклады. И, можно так сказать, что Наташа сегодня хочет поделиться перед нашим отъездом тем, что Господь ей открыл. Я поэтому представляю руковоложенного миссионера в Болгарии, потому что нас вместе рукополагали как служителей. Это администратор нашей церкви Наталья Сахарова. Давайте мы поприветствуем. Когда первый раз меня Гена представлял, я смотрю и думаю, а о ком это говорят вообще? Потом он мне говорит, давай выходи. Я говорю, это я что ли? Слава Богу! Я коротко поделюсь. На самом деле, я думаю, то, что я буду говорить, вы все знаете уже. Но, как написано, напоминанием возбуждайте здравый смысл. Тема моя сегодняшняя, я так коротко пробегусь, это зависимость нашего брачного завета от завета вечного. Я думаю, мы большинство все из неверующих семей, да? У кого были полные семьи и верующие родители? Ни у кого не было, да? И я хочу сказать, что мы все, в принципе, были обречены на провал. Потому что я не буду сейчас рассказывать жизнь моих родителей. Я думаю, кто-то знает. Геннадий свидетельствовал о том, как ему, как трудно он боролся с Богом, чтобы простить своего отца. В принципе, мы все были предназначены на неудачные браки. Но сегодня, я знаете, вот у нас в сентябре будет 25 лет, и я хочу сказать слава Богу. Да. Слава Богу, наш брак удачный. Я скажу, за счет чего. Вчера нам сказала одна женщина, Геннадий говорит, что я еду в Корею, буду делиться темой гармония в браке. И она говорит, ой, ты нам тоже, говорит, расскажи, как вы терпите друг друга. Я говорю, я даже не ожидала. Я говорю, да мы не терпим друг друга. Мы наслаждаемся друг другом. Ну, не всегда было так. Не всегда было так, да. Знаете, я бы... Давайте дальше пойдем. Я хочу сказать, что в Господе у нас есть надежда и обновление. Он обновляет наши умы, он обновляет наши браки, он обновляет нашу жизнь, да, римлянам в 12.2. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Не преобразуйтесь с веком сим. Вы знаете, в интернете, по телевидению везде мелькает сейчас эти браки однополые, да, гражданские браки. И это везде. Вот войдешь, это везде, в социальных сетях везде. И у меня ревность такая, думаю, почему? Нам надо чаще говорить об этом. Ведь в Библии все сказано. Поэтому я сегодня пробегусь просто по тем вещам, которые, я думаю, каждый из вас знает. Итак, чтобы быть успешным в браке, нужно знать цели браки, цели брака, да. А цели брака мы сейчас дальше рассмотрим. Цели браки. Первое. Нехорошо человеку быть одному. Ой, не спеши, Оксана. Давайте откроем, да, это Библия. Бутиев, 2 глава, 18 стих. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответствующего ему. Нехорошо. Но помощник, знаете, я слышала часто, когда я пришла в церковь, мне говорили, ты должна ему помогать, ты должна слушать все, что он говорит. И знаете, у меня представлялась помощница, это жена, которая там моет посуду, потом подносит еду ему, вот, пожалуйста, кушайте. Ну, такой барин, да, и такая помощница. Вы знаете, когда Бог это заповедал, в Адамском саду жена не готовила еще. Они срывали, и у них все было. Помощница, она ему помогала творить. Задача Адама была творить, называть животных, возделывать сад. Она ему помогала придумывать что-то там. То есть они вместе творили, да. Например, Адам говорит, давай сделаем себе дом. Я вот предлагаю вот это дерево выбрать, чтобы вот эти ветки. Она говорила, ой, я видела там травку, она такая мягкая, давай ее постелим, будем мягко. То есть они вместе творили, они вместе двигались, они вместе совершали какое-то дело. И вторая глава, также Бытие, с 21 по 23 стих. Да, это и навел Господь Бог на человека крепкий сон. Вы знаете все это. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Адам признал ее. Он говорит, да, она же моя. Она вот по сердцу моему. Она здесь в моем сердце живет. И вы знаете, вот они, основные законы брака, цели брака. Это нехорошо человеку быть одному. И дальше, еще раз повторяем, это сохранение рода. Бытие, первая глава, 28 стих. Вторая основная. Цель брака. Ну, вы все это знаете. Сказал Бог, плодитесь и размножайтесь. Вы знаете, почему Германия стала принимать сначала всех немцев с бывшего Советского Союза, потом еще запускать? Знаете, да, почему? Потому что нация стала исчезать. Потому что не хотят рожать. Потому что люди любят комфорт, когда им приятно. Они говорят, мы будем совершенствоваться, мы будем развиваться. Рожать мы не хотим. Зачем? Это проблемы. Это время тратить на детей. Это вместо того, чтобы мы можем поехать отдохнуть, нам нужно заниматься воспитанием детей. Мир говорит о том, что, ну, зачем это делать? Одна из целей брака – это продолжение рода. Это то, что заповедал нам Господь. И следующее дальше пойдем. Это жить в отношениях послушания и любви. Это Ефесянам 5 глава. С 22 по 25 стих. Я это вместо Писания терпеть не могла. Да, Бог мне его открыл совершенно в другом ракурсе. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Знаете, когда женщинам, воспитанным в Советском Союзе, говорят, что нужно повиноваться мужу, обычно первая реакция – это негативная. Ну, я не знаю, я вот так вот это восприняла и слышала очень много. Но знаете, Бог открыл о том, что это благословение. Это благословение, когда муж берет ответственность за принятие решений. И если муж неправ, то Бог с него спросит, он с ним разберется, он ему объяснит. Но главенство у мужа, и в этом, это классно, сестры, это классно, просто расслабиться и отдать это главенство нашим мужьям. Ну, а заповедь мужьям – это любить, ну, и, естественно, проявлять любовь. У нас тут есть мужи Божьи, мужи Божьи, как проявлять любовь можно? Ну-ка, подскажите мне. Делами еще как? Вот, семья в браке. Поступками. Словами мы тоже любим. Словами, подарками тоже мы любим. Как? Помощью, так, сестры стали подключаться. Помощью, да, помощью. Хорошо. Итак, основные три цели брака. Ну, потом, ну, запишите их как бы в голове себе, потому что мы потом будем сравнивать, что нам мир сегодня диктует. Это нехорошо человеку быть одному, это сохранение рода и жить в отношениях послушания и любви. Хорошо. Кроме целей брака, есть еще определенные законы брака. Мы их дальше рассмотрим. Первый закон брака – это отлепиться, это оставить родителей своих. Да, бытие, вторая глава, 24 стих. 24 стих – это заповедь, чтобы мы отлепились от родителей своих. Знаете, я часто встречала такую ситуацию, обычно молодые пары, они с удовольствием отлепляются, особенно если есть жилье, они физически отлепляются. Но очень часто финансово они говорят так, да, ну, примерно так говорят. Ну, вы знаете, вы не лезьте, пожалуйста, у нас есть своя точка зрения, свое мнение. Ну, финансово, да, можете помочь, да. Ну, вот это, знаете, есть такая лазейка, что если финансово родители помогают, то они имеют право и влезть со своим мнением. То есть это не то, что не надо помогать, да, ну, есть желание, пожалуйста, пусть помогают. Но просто знайте, что если вы хотите свое мнение отстоять, то тогда нужно финансово тоже сказать извините. Ну, Бог даст финансы, не переживайте, Бог своих не оставляет. Итак, первый закон брака – это отлепиться. Второй закон – это описан в Бытие, 2 глава, 24 стих. Сейчас я вам прочитаю. Да, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два или оба одна плоть. И вот думала, как это все изобразить. Вот печенюшками изобразила, да. Да, у всех слюнки потекли. Приятные печенюшки. Знаете, что такое одноплоть? Это единство нашего тела, нашей души и нашего духа. Мир нам, знаете, что предлагает? Мир нам предлагает, давайте… Он идет справа налево, да? Мир говорит. Ну, посмотрите любой фильм, чем… Любой, ну, практически, ну, каждый второй фильм. Встречаются люди, мужчина-женщина, влюбляются, у них тут же продолжение, да, на телесном уровне. Потом они начинают узнавать на душевном, на уровне души. Они начинают как-то общаться, они начинают узнавать потребности друг друга, кто чем дышит. И потом до духовного уже часто и не доходит, да. То есть где-то там уже все это распадается. То, что говорит Бог, это обратно, с другой стороны. Видите, там две печеньки, они подвешены, у них есть такие. Они соединены ниточками. Они соединены ниточками с Богом. Так вот, успех брака, успех того, чтобы ты стал одной плотью, это когда каждый, каждый в семье соединен с Богом. Тогда мы можем, мы оттуда имеем подкрепление любить, прощать, быть водимыми Духом Святым. Мне очень понравилось, как Андрей как-то делился, что когда было определенные трудности в семье, он вспомнил откровение, которое он получил от Бога, и это дало ему силу. Когда приходят испытания, только там от Бога мы получаем поддержку и силу. У нас тоже такая ситуация была, знаете, муж не знает про нее. У нас двое маленьких детей, я его практически не вижу, потому что он учится, работает, служение. И в какой-то момент мне так что-то плохо стало. У меня был сосед, который был влюблен в меня, ну, оказывается. Он просто стеснялся об этом сказать, и когда он узнал, что я выхожу замуж, он активизировался, подключил маму свою, там, все, пироги стал печь ко мне. Ну, да, он пришел с пирогом, потом говорит, смотрю, это, ну, мужские ботинки стоят, понял, что опоздал, да, пирог дал, ушел. Вот, и дело в том, что когда мы поженились, вдруг он активизировался, но он понял, что он упускает. И вот в такой момент, когда, знаете, так плохо, я думаю, ну, вот. И, представляете, звонит его мама и говорит, Наташа, он в Америке сейчас, Андрюша в Америке, у него все хорошо, я тоже уезжаю, а как у тебя? Я говорю, слава богу, вот у нас уже двое детей. Ну, ты чтобы знала, он там тебя ждет, и в любой момент ты можешь поехать к нему. Блин, я кладу трубку, муж спит, это поздно было где-то. Я такая, блин, может, я это, ошиблась, да? Так что-то, так это, плохо. А он там такой этот красавчик, такой высокий, накачанный парень, отличник. Представляете, да? И я молиться. И я говорю, господи, что делать? Подсказывает мне, да? Подсказывают, молодые подсказывают, что делать. Более зрелый знает, что делать. Более зрелый знает, что на небеса, да? И вот это откровение, я говорю, господи, я вспоминаю. Думаю, нет, он опоздал тогда. Геннадий первый пришел, тот с пирогом пришел потом. И, в общем, молитва, и слава Богу. Знаете, поэтому очень важно, если ты вступаешь в брак, очень важно знать, что это мое, это откровение, оно поможет. Пойдем дальше. Современный мир и брак. Вот, знаете, я детям моим очень, как бы, вот, сочувствую, да? Потому что мы раз из мира пришли в церковь, все, аллилуйя, мы, как бы, зацепились. На детей, дети, которые рожденные в семьях верующих, когда они приходят в мир, ну, не то, что в мир, они, ну, да, в этот светский мир они входят, и они оказываются под огромным давлением. Потому что им говорят, например, ты что, еще девочка, что ли? Или им говорят, сыну говорят, а у тебя что, ты еще не спал, что ли? Ты что, ненормальный, что ли? Понимаете, да? Или им говорят, а ты что, там, ну, определенные вещи, вы понимаете, ты ненормальный. И мы им говорим, держитесь, Бог в свое время покажет славу, свою славу в ваших жизнях. Пройдите этот путь, зацепитесь за Господа, не смотрите на этот мир, потому что этот мир, он диктует то, что ему диктует дьявол. Этот мир говорит, сделай сначала карьеру, заработай деньги, и потом можешь вступать в брак. И знаете, что делают? Зарабатывают деньги, делают карьеру, потом женятся, ой, так классно, давай поедем туда. Какие дети, о чем вы говорите, да? И все, а потом приходит возраст, когда уже не могут родить. И все, а какая цель брака? А зачем вы поженились? Что Бог хочет от тебя? Давайте дальше пойдем. Мало того, я хочу сказать, что современный мир хочет убить брак. Современная мода – это удар по репродуктивной функции. Там у меня есть дальше вопросик один. Красивые девчонки, да, в шубах. Вопросик не может понять, почему они с голыми щиколотками. Вроде такая мелочь, да? Вы видели, поварни тоже ходят с голыми щиколотками. Мы приехали в Корею там с голыми щиколотками. Ну, это что, необходимость такая? Ребят, ну, это вот элементарные вещи. Ты застудился, и все, это дальше, все по репродуктивной функции. Давайте дальше поедем. Слава Богу, ушла мода на вот эти вот короткие брюки. Боже мой, вся поясница открыта. Помните, да, по варнии идешь, снизу джинсы, сверху куртка, и, кто-то сказал, и две булки. Прям наружу, представляете, на мороз. Ребята, это же почки, это же матка. Все, мужчина не сможет дать продолжение рода. Женщине трудно забеременеть, потому что холод запускаем прямо в организм. Ребят, о модели, молодые наши. То, что ходит на подиуме, 50% это больные женщины, 50%, ну, у них такая конституция. Это не значит, что ты должна быть такой. Бог сотворил нас разными для того, чтобы мы были индивидуальностью. И у каждого своя внешность, и у каждого свои размеры. И не надо комплексовать над тем, кому-то Бог дал быть стройной, кому-то Бог дал быть такой в теле. И я, знаете, я когда разговариваю с молодежью, я говорю, ребята, ваш муж вас полюбит. Не за объем талии или груди или бедер. Он вас полюбит за то содержание, которое внутри будет. А содержание вы можете получить только через Бога, когда будет духовность внутри. Когда будут, ну, да, эти пупки уже знаете, да, эти пирсинги. Это холод заходит непосредственно в матку через них. И это все потом способствует образованию миома, кистозное образование, снижает репродуктивную функцию и так далее. Можно оставаться модным, правда же? Я, знаете, получила от Бога, что можно красиво одеваться и получать от этого тоже удовольствие. Но Бог дал нам разум, что мы одеваем, как и когда, и в какое время. И, знаете, я бы еще хотела коснуться тоже вопроса такого о сексе до брака, да. Я понимаю, что, может быть, давление мира, оно большое, но, знаете, мне очень понравилось, как Маргангар сказал. Послушайте его семинары, молодежь и не только молодежь. Он сказал, он говорит, девушки, когда вы отдаетесь мужчине до того, как он поведет вас в ЗАГС, это все равно, что вы платите строителю до того, как он сделал вам работу, до того, как он начал работу. Он очень хорошо обращается к мужчинам и говорит, мужчины, у нас первый опыт, он запечатляется на уровне бессознательного. Там, где он был, в машине или еще где-то, он будет потом вас преследовать, и вы не сможете получать удовлетворение на ложе брачном. Эти вещи, они, они, это не просто, вот Бог сказал, нельзя, и все. Ну, Бог же любит нас, поэтому Он говорит, ну, не надо этого делать, ребят, потом разгребать дольше придется. И, знаете, что я вам хочу сказать? Задача дьявола, вот на сегодняшний день, чтобы те цели брака, которые мы вот рассмотрели, они, чтобы не были достигнуты, и чтобы законы брака, они были нарушены. И Он все для этого делает. Давайте дальше поедем. Нашумевшая Стамбульская конвенция, да, ну, мы знаем победителя Евровидия 2016 года, да, что, ну, всех ввело в шок. Мир это диктует, это признается. Стамбульская конвенция, мне очень понравилась, кто-то на социальных сетях сравнил это с троянским конем. Помните, как под покрытием троянского коня пришли воины и завоевали город, который был, держался очень много в осаде. То же самое под Европейский союз, то же самое хочет продвинуть под эгидой, того, что мы боремся за безопасность женщины, за ее роль в браке, мы продвинем тихонечко третий пол. Что такое третий пол? Что такое однополые браки? Значит, у них не будет детей, ну, это понятно, значит, у них не будет будущего, значит, продолжения рода не будет. Что нам предлагает Бог? Давайте дальше пойдем. Кто может остановить это безумство и вернуть основы брака? Кто? Это реальная семья. И сначала нашла картинку в интернете, а потом думаю, а что я буду в интернете искать? Это наши очень хорошие друзья. Пастор Абай Исауле в городе Астане, у них шесть детей. Они прошли через очень большие трудности, и сейчас это очень счастливая пара. Дети счастливы, семья счастлива. Они так же, как и мы, в этом году будут отмечать 25 лет совместного брака. Давайте дальше пойдем. Если не я христианин, то кто? На ком-то должно это остановиться, да? На ком-то должно остановиться проклятие, которое приходит из этого мира, которое дьявол хочет остановить. Кто, как не я. И Бог нам предлагает свои инструменты для этого. Это святчинное писание. Он говорит, упражняйся, читай его день и ночь. Да пусть эта книга не отходит от тебя. Читайте, размышляйте над ней. Это молитва, это соединение с Господом. Знаете, когда мне приходили искушения, они приходили и приходят, и будут приходить. Есть прекрасное средство. Это уединиться с Господом. Или прийти в собрание святых и сказать, я не могу, я один не выдерживаю, помогите, поддержите меня в молитве. Это поддержка нашего здоровья. Это я молодым говорю, пожалуйста. Питайтесь нормально, следите, как вы одеваетесь, во что вы одеваетесь. И это обучение, то, что мы сейчас делаем. Мы обучаемся. И дальше пойдем. Знаете, почему мне захотелось назвать зависимость нашего брачного завета от завета вечного, потому что мы в своей семье поняли, что если бы не Бог, наш брак, он бы потерпел коробокрушение. Есть определенный завет крови. Завет крови, знаете, раньше не заключали договора, когда не было письменности. Раньше что делали? Когда делали рану один с другим, пожимали друг другу руки, кровью, кровь перемешали, и сказали, я обещаю делать то-то. И тот говорит, а я обещаю делать то-то. Это был завет крови. Завет, основанный на крови. И, естественно, если один из людей нарушал этот завет, то, ну все, он уже не был действующим. Вы знаете, Иисус, когда пришел, Он сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда будете пить в Мое воспоминание. Бог принес что-то новое в завет крови. То, что Он принес, это любовь. Вы знаете, что без... Люди старались исполнить завет. Моисей колол, после того, как спустился со скрижалями с горы Синай, они закололи козлов, овец, они устроили, жертвенники поставили, да, они сказали, вот мы подтверждаем этой кровью завет с тобой, с Богом. Но они не в силах были исполнить. Иисус дает новый завет. Дальше новый завет, который дает Иисус Христос. И знаете, на чем основан этот новый завет? Он основан на любви. Давайте прочитаем Евреям, 9 глава, с 15 по 22 стих. И потому Он, Иисус Христос, есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет, первый завет, основанный, да, на жертвоприношении, был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью, червленную и есопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил, и потом описывается, что также окропил и скинию, и сосуды богослужебные, да и все, все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Я, как человек, я не нахожу в себе силы для прощения. Я, как человек, не нахожу в себе силы для любви, когда меня обманывают, когда мне наносят раны, да, какие-то. Но есть источник. Поэтому Иисус пришел, и этот завет, который он нам предлагает на сегодняшний день, это завет, основанный на крови. И я хочу сказать, что брачный завет, да, давайте дальше пойдем. Наш брачный завет, он невозможен без того, чтобы мы были в завете с Господом. Он, я имею в виду, он возможен физически, но он невозможен на успех. Если кто-то, мы сегодня буквально утром с одной семьей разговаривали, мы говорим, если кто-то, почему хорошо семья? Если кто-то начинает быть искушаем дьяволом, второй может за него молиться, приложить все усилия, чтобы подтянуть его, при его желании, естественно. Если другой куда-то в сторону, тот его подтягивает. И это очень сильно. Бог хочет, чтобы мы держались, но только посредством Него мы это можем сделать. И вы знаете, как пример своей любви, еще расскажу, новый завет, брачный завет, он основан на любви. Меня очень трогает всегда история Осии, пророка Осии, в которой в этой книге Бог показал свою любовь к израильскому народу и ко всему человечеству. Помните, да, когда жена его, он сказал Осии, возьми себе в жены, ту, которая, блудницу, да, которая прелюбодействовала, возьми ее. Он взял ее, да, он очень любил ее, он относился к ней хорошо. И потом в какой-то момент описывается, что она начала прелюбодействовать там с князьями, за подарки. И вся эта боль, которую пережил Осию, человек не в силах это пережить. Самая большая рана, которая наносится в браке, это рана, когда кто-то из супругов предает. И Бог допускает, он знает, что это очень большая рана и что человек, он не может, иногда не может ее вынести. Поэтому он допустил развод по, допустил развод по этому причине. Но Бог показывает в книге пророка Осии о том, что Божья любовь, она сильнее. И только через Него мы имеем определенный потенциал. И вы знаете, да, что когда конец этой истории, что когда эта женщина, она потеряла внешность, она потеряла достоинство, подарки ей уже никто не дарил. Ей, она никому не нужна была, ее выставили на продажу вместе с рабами, ее рассматривали просто как вещь. В этот момент Бог говорит Осии и возьми и купи ее. Это показатель той любви, которую Бог каждому из нас проявил. Знаете, нет человека, который бы не согрешил. Мы не в силах исполнить завет наш с Богом. Согласны? Мы не в силах. Поэтому Он дал Иисуса Христа как ниточку, за которую мы цепляемся. И знаете, в 1 Коринфянам в 11 главе написано «Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». И знаете, Иисус написано, Иисус, Он через страдания навык послушания. Он был послушен Богу Своему, Отцу, когда пришел. Он был послушен. Также Бог обращается к мужу, чтобы он был послушен Богу, и к жене, чтобы она была послушна Богу. И когда все это соблюдается, тогда в семью приходит гармония. И каждый раз мы опять идем к Иисусу, и каждый раз мы цепляемся за Него, как те печеньки, за ниточку, через которую мы можем получать любовь, подкрепу. И прощение. И закончить я бы хотела дальше Экклесиаст, 4 глава, 12 стих. Нитка втрое скрученная, нескоро порвется. Нитка втрое скрученная, это муж, который обращен к Богу. Это жена, которая обращена к Богу. Это Бог, который посреди них. У нас есть надежда, у нас есть обновление. Аминь. И наши браки будут успешны, наши дети будут успешными. У нас дочь приехала на каникулы и говорит, на работу взяли второго управляющего, он к концу второго дня подошел и говорит, слушай, ты можешь поменьше работать, а то меня на кухню отправляют посуду мыть. дети наши будут успешными. И если есть какие-то трудности, вы видите их, это временное, все будет хорошо. Знаете, придет час, как Людмила сказала в начале, дьявол атакует, у нас есть атаки, но мы выиграем. Пусть мы где-то проиграем какое-то сражение или какую-то битву, пусть мы где-то даже проиграем как люди, но мы выиграем все сражение, потому что у нас есть обетование. Аминь. Аллилуйя.